Но я предлагаю поговорить об искусстве, продолжить эту тему, ведь она такая всеобъемлющая. Тем более у нас уже... Кстати, приехали издалека для того, чтобы рассказать об этом искусстве. Музыканты, ты знаешь, как я трепетно отношусь к музыке, поэтому этих гостей я ждал очень давно. У нас в гостях художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев. А также заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства Надежда Владимировна Старкова. Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? Очень хорошо, тем более такая изумительная погода. Я думаю, как же вы начали свою работу в такое прекрасное утро с хорошим, надеюсь, настроением, как и мы. Потому что Крым нас встречает только тепло, как и зритель, так и солнце. Ну, действительно, сегодняшняя погода вдохновляет не только вас, но и нас. Так, ну расскажите о том, как же вас принял Крым. Я знаю, что уже в нескольких городах вы выступили. Да. Как сами крымчане вас встречали? Вы знаете, очень горячо и очень эмоционально, потому что, кажется, лето, полное такое какое-то расслабление. Нет, да. Нет, на самом деле очень приятно. После каждого нашего концертного выступления, после концерта уральского хора, зритель вдохновленный, зрителю интересно, зритель окунается в культуру, национальную культуру Урала. Да, и поэтому, видя всеобъемлющий наш концерт, потому что хор – это не только хоровая группа, но это балет и оркестр. И с каждым вот буквально последнее вчерашнее наше выступление, оно не последнее, потому что мы только начали, это пятное наше выступление было. Очень горячо зал, не буду скромничать, но даже в конце встает и говорит спасибо. А какая огромная география в Крыму. Люди приезжают с разных городов, и каждый оставляет частицу. Конечно, местные жители очень благодарят. И для нас это самое большое богатство, когда зрителю нравится, и зрители уходят одушевленные, одухотворенные. Николай Вячеславович, я позволю к вам обратиться как к коллеге, потому что по одному из образований тоже хор-мейстер. Расскажите про свой хор. Какой у вас состав, сколько у вас человек, и немножко о репертуаре. Да, смотрите, у нас в этой гастрольной поездке нас общее число 61 человек. Поэтому много, да, я говорю по своей структуре. Хор, вообще жанр народного хора, он универсальный. И артист не только поет, но и танцует, и играет, и все это взаимодействие. В современное время он универсальный артист. Конечно, самое наше богатство – это фольклор Урала. Танцы, песни и музыка. Конечно, полюбившиеся советские песни, которые были в свое время, не побоюсь этого слова, хитами или шлягерами. Уральская рябинушка, которая до сих пор в странах исполняется во множество. И в Китае, и в Корее это является хитом даже сейчас. И зрителю, конечно, кто-то вспоминает, кто-то открывает новое. Но программа построена у нас час 30 нон-стопом, без антракта и взаимодействия в танце. И, конечно, популярные народные песни есть у нас. И, конечно, самое главное – это основа фольклор уральский, который колоритный. И никто другой не исполнит это, кроме уральского хора. Более академический коллектив – это не жанр, это статус, за профессионализм дается и требует уже других обработок. Но эти обработки сочетаются с современностью, но при этом аккуратное сохранение особенностей традиции. Вот в этом тоже уникальность уральского народного хора. Наталья Владимировна, ну вот хотела к вам еще обратиться, узнать. Я так понимаю, что гастрольный тур в Крыму завершился, хотя, нет, наверное, неправильно, все только начинается. Все только начинается. Действительно, у нас впереди еще большое количество концертов. Буквально завтра у нас концерт в Ялтинском театре в 8 вечера. С удовольствием приглашаем на этот концерт. Историческая площадка, очень красивое, очень атмосферное место. Я думаю, что зритель получит большое удовольствие, посетив этот концерт. Третьего мы будем уже абсолютно в другой части полуострова Крым, в Керче, в Керченском ДК «Карабелл». 4 августа мы будем в Порт-Инити, в санатории Крым. 5-го у нас «Судак». 7-го центральная площадка Симферополя, Симферопольский музыкальный театр. Всех ждем в Симферополе. 8-го Евпатория и 10-го у нас «Севастополь». Суммарно сколько концертов вы дадите? 14. 14 концертов, да. Надо людям торопиться, потому что билеты очень быстро раскупают. Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому билеты лучше приобретать заранее. Да, и мы, конечно, ждем всех, особенно в Симферополе. Но красота неописуемых городов и изумительная, кстати, студия. Очень хорошая, очень яркая. И прохладная. Это пока, потому что когда солнце выйдет, будет довольно жарко. Но знаете, у меня возникла идея. А может быть здесь подхватить фольклор крымских татар, русских жителей, украинцев? Вы знаете, у нас есть, мы поставили такой номер, он называется «Народ Урала». Потому что Урал богат своими народностями, там более 156 национальностей. И у нас есть татары, у нас есть башкиры, марийцы, коми-пермики, конечно, русские. И все это взаимодействие национальное. Конечно, у нас Уральский хор чем уникален, там многонациональный коллектив. У меня работают более 10 национальностей, в том числе и украинцы, и белорусы, и лесгины, и грузины. Потому что, ну, все это объединяет любовь к русскому народному искусству. То есть кто бы ни пришел, он обязательно что-то свое родное услышит. Обязательно, обязательно. Потому что колорит у нас богатый, у нас многообразие искусства, культуры. И Уральский хор всегда этим славится. Я вчера внимательно изучал ваше творчество и обратил внимание, что у вас очень молодой состав. Ну, конечно. Мы не только молодой, но у нас есть и те, которые уже такие мастодонты. И у нас с нами ездит народная артистка Российской Федерации Светлана Камаричева. Поэтому у нас традиция переходит из поколения в поколение. Но молодые, конечно, есть, потому что, ребята, это им интересно. Вы знаете, какое самое для меня открытие в Крыму, что зритель, маленький зритель, начиная от 3-4 лет и так далее, до подростков, они каждый концерт, от начала до конца, они очень внимательно слушают, они танцуют. И для меня в Крыму вот это самое большое открытие, потому что мы, уральский хор, их познакомили с искусством своим, национальным. У них это отложится в душе, у них отложится это в памяти. И это самое наше богатство. Николай Вячеславович, ну вот я тоже слушала ваше интервью, и в одном из них услышала, что вы говорили, что Китай, оказывается, очень любит уральское искусство. Очень любит. Мы недавно вот буквально пели совместно уральскую рябинушку, приезжал к нам с Гуанчжоу китайский коллектив. И они очень, они, так скажем, большие фанаты народного искусства и советской песни. И тем более песни, которые родились в уральском хоре, как я уже сказал, уральская рябинушка, белым снегом, свердловский вальс, они замечательно вместе с нами исполняют. Они пригласили уральский хор в Китае. Мы, конечно, разрабатываем этот тоже маршрут взаимодействия, потому что где бы мы ни были, всегда что-то, вот буквально недавно мы открыли новый континент. Ваш коллектив в Крыму впервые или бывали уже случаи? Случаи бывали. И один из случаев был у нас концерт в городе Судак. Судак – это город по-братиму Екатеринбурга. И в 16-м году уральский хор уже выступал на площадке этой концертной. Был аншлаг. Я думаю, мы сейчас успехом повторим этот концерт аншлаговый. Но хочется сказать большое спасибо правительству Свердловской области, лично губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйушеву и министру культуры Свердловской области Светлане Николаевне Чайкиной. Потому что без поддержки бы этой, конечно, бы гастрольный маршрут уральского хора в Крыму мог бы не состояться. А мы бы хотели сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы делаете, потому что вы возрождаете все-таки народное, российское искусство, фольклор. И это очень важно для нас. Все-таки мы зависим от истории. У нас осталось буквально 20 секунд. Я вас прошу пригласить еще раз всех телезрителей на свои концерты. Я приглашаю всех посетить наши концерты. И самое главное, чтобы далеко не ездить, каждый найдет свою точку, где ему близко. Очень желаем, чтобы все пришли. Билетов остается мало. Но, надеюсь, главная наша задача, чтобы уральский хор впитал любовь к народному искусству. Всех ждем. И не забывайте, 7 августа в Симферополе. Главное, один из главных концертов. Спасибо большое. Ну, а мы вас, в свою очередь, тоже ждем в последующие годы. Напоминаю, что в гостях нашей студии художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Вячеславович Зайцев. А также заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства Надежда Владимировна Старкова. Мы двигаемся дальше. Далее хронограф. Чем славен сегодняшний день в ретроспективе? Продолжение следует...